Добрый день, меня зовут Настя, а вы смотрите канал First Art Channel и сегодня мы находимся в Третьяковской галерее на Крымском полу в честь открытия самого долгожданного выставочного проекта 2023 года на графической выставке Николая Константиновича Рериха, одного из величайших мастеров конца 12-го и начала 20-го века. Николай Рериха это своего рода релизов, потому что последний раз в Третьяковской галереи выставку Рериха аж 65 лет назад. Особое внимание на выставке уделено опытам Рериха в разных видах искусства, а также его путешествиям по России и Азии. Важно заметить, что Николай Рерих очень любил историю, поэтому посещал лекции по истории на историко-филологическом факультете во время учебы на юридическом факультете Петербургского университета, куда он поступил по настоянию отца. Поэтому в первом зале выставки можно заметить переплетение археологических увлечений Рериха с живописными, а все потому, что он считал, что археология является лучшим способом приобщения к истории. Сам считал себя представителем древнего датско-норвежского рода. Вот это его дипломная работа. Рерих здесь изображает концов, которые несут дурную весть своему городу, своим соботничьим, сплеменникам, скажем так, о том, что начинается выждоусобная война. Вот эти самые такие русские картины в творчестве Рериха были написаны в Париже. После окончания академии Рерих все-таки не считал себя уже достаточно подготовленным к собственному плаванию и продолжал обучение в мастерской Пернана Кармона в Париже. Надо сказать, что этот художник воспитал таких мастеров. Ну, не то чтобы воспитал, но у него брали уроки в разное время. Ван Гог, Тулус Латреф, Борис Мусатов. И к этой клиенте присоединяется Рерих. Кармон ценил в Рерихе прежде всего его самобытность. Системы связаны с охотой. Утро княжей охоты и вечер княжей охоты. Написаны они были для дворца Ольги Альденбургской, Ольги Александровны, дочери Александра Третьего, и ее мужа в имении Рамонь в Воронежской губернии. Лично я обращаю всегда внимание на построение архитектурного пространства экспозиционного. И мне здесь понравилось очень архитектурное решение в отношении символики цветов, которые базируются на философии Рериха. То есть, вы видите центральный зал. Зеленый цвет отвечает за нервную систему. А фиолетовый цвет, цвет второго зала, как раз апеллирует к мозгу. И если вы обратите внимание, внутри архитекторы решили сделать желтый цвет. Желтый цвет в сочетании с фиолетовым относит нас к тибетским монахам. На стенах вы увидите различные цветы Рериха. И 100% откликнутся многим и пополняют просторы соцсетей. Она определенная. Экспозиция делится на две части. Русскую и невосточную. И из этого и вырос такой основной пространственный концепт этой выставки. Что это были два таких отдельных, относительно отдельных зала, которые вмещают в себя экспозицию российского, так сказать, периода и восточного. В этом разделе это прямоугольная конструкция, которая восходит в такой ортогональной европейской традиции. И в основе лежит крест. И восточная циркульная шкатулка, в основе которой лежит дхарма-чакра, в силу восточной философии, колесо сансары, вообще колесо. И здесь мы попадаем в особое пространство. Пространство хочу показать вам, наверное, самый неожиданный и ожидаемый одновременно экспонат нашей выставки. Занавес «Половецкий слан». Одним из важных произведений, представленных на выставке, стал занавес, созданный Рерихом в Париже в 1909 году. Решение о приобретении музеем занавеса было принято в 2020 году, но оказалось достаточно сложным, потому что столь монументальная декорация оказалась сложной задачей с точки зрения хранения. Занавес проехал не только по Европе, но и по всему миру. Поэтому на момент приобретения он находился в аварийном состоянии, но тем не менее была поставлена задача его восстановить и вернуть зрителям. По словам главного хранителя Третьяковской галереи Татьяны Городковой, важной задачей было сохранить душу занавеса, поэтому была произведена сложная работа, чтобы занавес смог экспонироваться в вертикальном состоянии. Успех, выполненный работой, позволил принять решение показать занавес на выставке в состоянии незавершенной реставрации. Общая поверхность этого произведения составляет 200, общая площадь поверхности, 230 квадратных метров. Несколько исказили в первоначальный замысел автора. Вот этот эскиз считается основным. Он был приобретен Советом Третьяковской галереи. И на самом деле их достаточно много, именно с изображением такого половинского стана. Представлены у нас картины из знаменитой гималайской серии подобных работ, одинаковых по формату, выполненных темперой на картоне, Рерих сделал около тысячи. То есть такая цифра, на самом деле, которая могла бы составить, наверное, полное собрание картин какого-нибудь художника. Полотно Гугачу Хан. Что мы здесь видим? Это реальный пейзаж, увиденный недалеко от дома Рериха, в долине Кулу, в Нагаре. Это север Индии. Там Рерих прожил последние 18 лет жизни. И сохранилась фотография. Она у нас также есть в разделе «Ведомеси». Это был поиск свидетельств пребывания Христа в Индии, в Гималаях. Тогда была популярна книга Натовича, которая получила название «Тибетская Евангелие». И Рерих не пишет, не распространяется слишком много о том, что он именно видел в тех длинных монастырях, в Лехе. Это такое перекрестие путей Будды и Христа по канистарианской традиции. Но вот одно из размышлений на эту тему пребывания Христа в Ямалае, в Индии, появилась картина «Тени Учителя». Здесь явственно прорисована. И считается, что все места пребывания Христа там на Востоке отмечены вот такими неприходящими тенями. В гору Синай Рерих здесь изобразил как гималайский пейзаж, уже к тому времени хорошо знакомый ему. Есть «Сокровища ангелов», то самое. В Кулак, ну, также есть обширный комментарий Рериха, но, тем не менее, важно здесь вообще само впечатление от картины. Я думаю, все-таки его лучше смотреть издалека, чтобы составилась такая цельная картина. Что же мы здесь видим помимо этого камня? И вообще, что это за камень? У него есть реальный прототип, то есть Рерих, как археолог, все-таки привязывается к определенным предметам, которые производят на него неизгладимое впечатление. Это так называемый еленский камень, который находится в Дании. Двухметровая такая глыба, на которой вырезаны вот такие рунические символы с распятием в центре. То есть это один из первых памятников, связанных с христианством на северных территориях, на территории Дании. Опять же, это скандинавская, варяжская тема здесь присутствует. И змея или дракон, который тоже часто встречается на полотнах Терри. Вы, наверное, заметили, что художественное решение этого произведения очень оригинально, очень нетипично. Оно напоминает мозаику в том, как перерываются милет у ангела, в том, как пришел этот подъем, так называемый бафон. И есть версия, и Рерик сам называл это полотно эскизом росписи для церкви, церкви-усыпальницы князя Тенишева в Смоленске. И это все еще остается загадкой для исследователей, в какой мере, в какой степени Рерик имел отношение к исполнению этого иконостаса. Однозначно, он выполнял эскизы, но все-таки его какие-то подмастерья, другие художники были авторами окончательного замысла, а Рерик все-таки приезжал в Керм для осуществления так называемого авторского надзора. И все-таки прошелся по ним, но мы не можем сказать, что каждый образ был выполнен Рериком единолично. Она бывает работала по заказу, уже там мы встречались с петербургским промышленником, здесь бернский купец каменский заказал Рерику для своей семейной церкви-усыпальницы в одном из монастырей. Вот этот иконостас. Басменное оформление выполнено фирмой Алавинишникова, которую возглавлял Сергей Вашков, тоже важный герой, в связи с 19-го и 20-го веков, архитектор, учеников Гостельцова. Эта икона происходит из Екатеринбургского музея. То есть в советское время пермский иконостас был разделен, все иконы перешли в Пермскую картинную галерею, и лишь один танкел был передан в Екатеринбургский музей. Это икона конца 18-го, начало 19-го века, которая просто вставлена, так бережно обрамлена уже рериховскими изображениями фирмских мастеров. Вот в частности, может быть, вам знакомо благовещение испанского, извините, итальянского художника 13-го века Симона Мартини. И здесь, конечно, очень напоминает решение Рериха эту икону, несмотря на то, что в целом он очень остается в рамках именно русской православной традиции. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, и обязательно запланируйте поход на выставку Николай Рерих до 10 марта 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин